Эпиграф Стрижи летают, и в рыжий ржи гуляет ветер, и пахнет слаще. Считай, что медом или травой, не думай, сладко не трупы пахнут, где нет под деревом, как живой. А вдруг никто не сыграет в ящик? Чем больше марева, тем заря прекраснее кажется и тревожней. Дожить хотя бы до ноября, а там так плохо уже, что можно. Я полгода вообще не могла писать, когда все это началось, а потом я написала вот такое. Наступает странная немота, словно вечная мерзлота, как трясти малину с лесного куста, ведь такая же маята, как траву косить в непогожий день и уткнуться в пень, наблюдать заколоченное окно, как бежит олень. Ни малину вам, ни травы, ни дня, ни оленя, ни даже пня. Под землей маята, на земле туета, и на небе та же фигня. Раздираешь же горло свое немое, на невой. Бог не любит твое, не рифмуй дурное. Конвоя с боем никогда не рифмуй. Другое выползает, если предаться бегу по еще предстоящему снегу. Если снег состоится, а не приснится, и не переводится, ни живой, ни мертвый, ты трифма к черту. Избегай ее, медуницу, собирай в полях с чистотелом, если будет поле и медуница. И о чем писать, и на что смотреть, если всюду таится смерть в рыбьем плавательном пузыре, в игле и в чернильнице на столе. И третье, которое недавно совсем. Когда приходит ночь, а с ней приходит страх, тяжелый липкий страх о десяти углах, куда не ткнешься он, врывающийся в сон, и некуда бежать, нигде не слышен звон. Из тон колоколов, нигде не ярок свет, слепа, нема, глуха, одна из тех планет, где люди словно вши и гадят и кишат. На сгибах рек, как рук, лишь крики лягушат. Неси меня, река, за дальние края, прорвись за облака, где вдруг увижу я зеленую траву и солнце, и лучи сквозь ветви тех дерев, куда летят грачи. Неси меня, река, из лучей на душах, неси туда, где жизнь, как прежде, хороша. Неси меня сквозь страх, сквозь ночь и мерзкий сон. Неси меня туда, где колокольный звон. Спасибо.